Наверное, в первую очередь хотелось бы узнать оценку активистов народного фронта, потому что непосредственно активисты, скажем так, задают вопросы власти и, наверное, от них было бы логично ожидать оценки. Своей стороны, скажу, конечно, это получилось дополнительный, в рамках взаимодействия получаем дополнительный источник информации, дополнительный источник, такой раздражитель, и мы вынуждены, естественно, обращать внимание на те вопросы, которые волнуют представителей народного фронта, и не просто обращать внимание, и вопросы решать. Вопросов поднимается очень много, действительно, на сегодняшний день есть над чем работать. Но надеюсь, что мы не скатимся просто в рамках одной критики или, допустим, отмахивания со стороны власти и мучек, перейдем в такой, и будем находиться в конструктивной плоскости, и те вопросы, которые поднимаются, надеемся, что будет решено. Олег Валерьевич, если конкретики перейти, одна из решенных проблем, которая, ну, с точки зрения Народного фронта, должна была решиться, это свалка в Санокольске. Прогремела она на всю страну, ее показывали на всех каналах. Что, можно сказать, как это решается, вопрос уже есть? Вопрос решается, то есть в ближайшее время у нас на территории Республики Акасия будет определен путем конкурса Новогорода региональный оператор, в чьих, в принципе, полномочиях будет реализация целого комплекса сбор, доставка, утилизация, хранение мусора, уничтожение или переработки. Это в целом по Республике и, в частности, по Санокольску, что называется, не исключение. Поэтому я думаю, что в течение ближайшего времени этот вопрос будет решено. Ну, когда примерно жить конкурсом? Да, даже в течение года. Вот, то есть в 18-м году, скорее всего, проблема решается? Да, в любом случае, это та задача, которая есть, и перед органами местного самоуправления, и, естественно, перед республиканскими структурами. Этот вопрос, я думаю, будет решено. А сколько денег нужно на реализацию? Я сейчас могу сказать, что у нас на конференции присутствует профильный министр, который, воздействительно, занимается данным вопросом, лучше, наверное, на это все-таки нет. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо.